Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, сегодня у нас вечер вторника, значит видосик у нас выйдет в среду, поэтому друзья не обессудьте. Да, не получилось из-за работы у меня выпустить видосик в понедельник. Ну что же, турнир закончился и мы забираем свой приз. Ага, я сохранился в мастере. Друзья, я честно говоря думал, что буду в мастере 2 звезды, но мне не хватило буквально 2 боев, чтобы там остаться. Да, кончилось время. Ну ладно, забираем наш ревард. Так, и достается нам 8400 сюрикенов, 40 ДНК на Микеланджелофильм, 90 золотых оскоков и 55 платиновых. Замечательно. Так, забираем здесь ревард, в магазин забегаем, чтобы открыть бесплатно, конечно же, колоду. И как сегодня по стандарту, ребята, мы начнем с вами проходить, конечно же, арену. Да, бустовать уже не получится, но тем не менее, попытаемся как можно выше подняться по рейтингу. Так, что у нас там по заданию? Давай-ка глянем, поднять уровень персонажа. Ага, все понял. Так, друзья мои, ах, вот оно что, елки ты палки, друзья мои. Мы, оказывается, с вами собрали достаточное количество золотых осколков. Ммм, смотри-ка, что у нас здесь происходит. Мы можем с вами проапать. Да-да, вот этих вот ребят. Леонардо фильм, Донателло фильм, Ксивермонтес, да, Кромсатель и Джастин. Хмм. Знаете, к чему я больше всего склоняюсь? Скорее всего, я буду прокачивать Леонардо фильм. Да, друзья, я буду поднимать ранг именно ему. Я думаю, что вы со мной согласитесь в этом плане. Ну, поехали. Лео все-таки крутой, да, и как-никак предводитель всех черепашек. Отлично. Ну что же, у него 4 золотые звезды, и мне это очень нравится. По прокачке ничего, друзья, не прибавилось. Так, а это у нас прибавится, когда будет... Ага. Когда появится пятая золотая звезда, у него будет теневой удар. Ну, а пока об этом даже и мечтать не стоит. Так, друзья мои, отлично. У саги у нашего я прокачал, как видите, гнев Ронина до четвертой ступени. Тут вроде бы начал копить материалы на пятый, да, уровень. Но вы посмотрите, сколько здесь нужно. Очень много. Поэтому я как бы от этого пока отказался. Но в любом случае нам нужно с вами искать материалы. Только вот на кого можно, в принципе, на Армагончика. На Армагончика. Давай-ка посмотрим. У него же тоже есть вот этот вот суперудар. Здесь, кстати, тоже не меньше всего, да. Смотрите, тут тоже достаточное количество нужно ингредиентов, чтобы ему повысить левел на этом суперскиле. Так, ладно, давай мы, наверное, здесь обменяем. Так, отлично. Что у нас по супершредеру, друзья мои? Давайте-ка глянем. 45 ДНК у меня нафармлено, да? 80 нужно. То есть еще надо 35. Кровь из носа. Я надеюсь, в следующий раз, когда мы будем его фармить, мы с вами сделаем это. Так, я до сих пор не могу понять, кого же мне все-таки, друзья, искать. Может быть, Кренга? Давайте, наверное, Кренгу мы поднимем уровень. У-у-у, стоп. У него максимальный 45. Все, я понял, вопросов у меня нету. Тогда кого же будем апать-то, а? Мутагена не так уж много, 9 тысяч всего лишь. Ну, хорошо, давай попробуем Тимми. Я думаю, на него-то нам хватит. Да, отлично, хватает все. И теперь нужно какие-то искать ингредиенты. Только вот на кого? Давай посмотрим, что у нас у Рахзара. Господи, так всего нужно много. Так, а если мы будем искать... Вот, друзья мои, я, кажется, определился. Будем ему прокачивать когти наголо. Так, нужно нам 4 3D-очков, да? И инструменты. Так, ну-ка, муха. Не дает она мне никаких очков. Так, ага, 3D-очки выпали. Только одна штука, да? Нам нужно еще две. Давай попробуем здесь вытянуть. Хотя я почему-то сомневаюсь, что нам сейчас это все достанется. Не хотят они. Так, вторые. Так, подожди-ка, какие вторые? Нам, по-моему, все. Да нет, еще двое очков нужно найти. Так, давай-ка тогда постараемся. Еще последнюю и будет у нас... Так, замечательно. Будет все у нас хорошо. Друзья, и остается там у нас, по-моему, инструменты, да? 10 ящиков с инструментами. Поехали искать. Насколько я помню, ящики с инструментами выпадают довольно хорошо. Поэтому можно будет быстренько накопить. Но единственная проблема, знаете, в чем? Что у меня мало телепортов. Очень мало. Хм. Поэтому особенно сильно мы здесь сегодня с вами не разгуляемся. Я, по-моему, уже выполнил, да? Задание давайте-ка посмотрим. Забрать. Забрать. И остается лишь пройти серию испытаний. Ну что ж, давайте быстренько пробежимся. Вот здесь начнем. Естественно, все это будет дело у нас происходить на автобое. Я даже сюда не буду влезать. Как говорится, они не справятся и без моей помощи. После этого мы забираем с вами последний риворд и идем с вами на арену. Заодно посмотрим, кто у нас будет разыгрываться на этой неделе. Посмотрим, какие нас будут ждать испытания на этой неделе. В общем, совсем будем разбираться потихоньку, полегоньку, не спеша, постепенно. Так, Лео замочил Маузера. Рафик тоже. И мы идем на последнюю вторую волну. Здесь у нас Бибоб, естественно, Рокстеди. Сейчас, ага, Майки решил вот так вот, через дымовую бомбочку, да, действовать. Ладно. О, Рафик берет. А, нет, Ярость. Это Ярость. Я думал, что он берет провокацию на себя. Ну что же, добили. Неплохо зэк бомбанул, да, по Рокстеди. Он падает, ну и остается у нас тут Бибоб. Бибоб, конечно, так быстро задаваться не собирается. Как всегда, начинает сопротивляться. А еще я и даже шмальнуть успел в Железноголового, причинив ему достаточно сильный урон. Пол ХП, он ему снес. Ну что, друзья, все отлично. И мы с вами идем, наверное, сейчас на Лигу, на ареночку. Ну, давай, 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 прогружайся быстрее. Я это все собираю. Забираю остатки роскоши от нашего реварда, от наших заданий ежедневных. И поехали. Так, друзья мои, у нас разыгрывается Рафаэль. Угу, понятно, будет Рафик. Так, а что в испытаниях? Ёлки-то и палки, друзья мои. Все, конечно, хорошо, да. Но у Саги же у нас уже полностью все ДНК есть на него. Нам остается только лишь поднять его в платиновый ранг. Потом у нас задание силы природы. Кстати, давненько этого испытания у нас не было. И сцены насилия. Тут еще платиновое. Дух. Ага. Гриб тут у нас, да? Ладно, посмотрим потом. Ну, а сегодня, конечно же, начинаем с турнирной арены. Так, друзья. Кто у нас тут? Дамиан, Андрей, Максим. Пока все одинаково, поэтому нет никакой разницы. Начну, пожалуй, я с Максима. Идем в хвост нашей, как говорится, колоды. И берем вот этих вот персонажей. Кто-то говорил мне, да, вот недавно. Кстати, друзья, самое интересное. Как вы смотрите видосики мои по черепашкам ниндзя? Кто-то пишет, Рэй, открой кожеголового. Я смотрю, с какой серии он это пишет. Это где-то, знаете, там с 50-ой может быть. Как он мог попасть на эту серию? Даже если он попадает на мой канал, он, естественно, сразу же прямиком попадает на свежие видосики. Или же он через поиск как-то пропадает. Это очень интересно. В общем, друзья мои, если кто-то в чем-то сомневается или не знает, что какие у меня персонажи, сразу же смотрите последние, как говорится, видосики. Свежие. Там уже все герои есть. И поэтому не надо вам будет задавать лишних мне вопросов. Так, ну что, друзья мои, поехали. Тут у нас София. Ох, какая красивая София у нас. Геральт и Брайн. Нет, я хочу взять Софию. Мне она понравилась. Она такая симпатичная, блондинка. Ну, естественно, друзья, это не факт, что именно она играет. Тут можно прикрепить кого хочешь и что хочешь. Но, тем не менее, аватарочка прикольная. Так, друзья мои, поехали. Поехали. Тут у нас Донателло, Леонардо и Рокстеди против Бибопа, нейтрализатора и, конечно же, Кирби. Кирби сейчас упадет, наверное. Есть им перец. Так, пробьем. Нет, не пробили. Так, хорошо, тогда Леонардо. Хотя, зачем Леонардо сейчас? Естественно, Рокстеди. Вот так вот. Нейтрализатор, успокойся, пожалуйста. Кстати, в мультике, ребята, да, вот я смотрю, как я вам и обещал, все сезоны скачал. Их там сколько, по-моему, 5 сезонов 2012 года. Первый сезончик я уже посмотрел. Ну, вот этот вот нейтрализатор мне понравился. Такой довольно шустрый зверюга. Так, ну что, ребята, у нас Лига Войнов 2 звезды. Ранг 74. Неплохо с вами продвигаемся. Но это еще не финал. Педро. Да-да-да, Педро, будем драться сегодня с тобой. Так, у него 21 уровень, я смотрю, максимальный, да, и то это нейтрализатор. Замечательно. У меня пока еще 30-е. Я, грубо говоря, на расслабоне. Особо заморачиваться не буду. Поехали, друзья. Начнем, конечно же, мы с вами с Эйприл О'Нил. Ну как, шенигами? Уложи ее, пожалуйста. Ну, плиз. Ай-яй-яй. Ну что ж ты так? Ну что ж ты так, родная моя? Ладно, я думаю, что Роквелл здесь сделает, да, сделает это дело. И давай бомбить уже нейтрализатора. Положи его. Да ладно, шенигами. Ну что ты, как ватник, а? Ну серьезно говорю. Ладно, вот все время Роквеллу приходится доделывать эту грязную работу. Ну а сейчас-то как? Получится у тебя? Нет. Не дотягивает ее уровень для того, чтобы она смогла сносить, например, с двух ударов любого противника. Плохо. Надо прокачивать ее. Но вы сами понимаете, что ДНК именно нашей нигами так просто не найти. Только лишь выбивать в девичьей силе, да, в испытании. Либо же покупать за монетки. Так, ну что, у нас 27 ранг. Кстати, очень медленно у нас идет продвижение. Ну да ладно, опять же у нас Софи, Ангел и Димка. И Димка. Я тогда возьму, пожалуй, опять Софи. Так, поехали. Тут у нас 20 уровень. Как-то вот прыгает, да? То 21, 22, то опять 20. От чего это зависит, непонятно. Но, тем не менее, друзья мои, у меня до сих пор еще 30 уровни. И я опять же играю на расслабончике. Сегодня будет у нас чисто аренка. Потому что я только с работы, друзья, пришел. На дворе уже поздно. 10 часов вечера. Как бы мне надо ложиться спать. Потому что завтра у меня крайняя рабочая смена. Конечно, всем спасибо, кто меня поздравил уже с отпуском. Но, друзья, еще сменочка у меня, как говорится, впереди. Ну, естественно, когда этот видосик выйдет, я уже буду в отпуске. Так, друзья, сейчас мы с вами бомбанем Макмана. Отлично, шикарно. Так, Рафик, а ну-ка, получи-ка куском экрана в лоб. Не упал, жулик ты. Вот теперь готов, друзья. Ну что же, блин, вот этот питает прикольно. Он даже в мультике прикольный, да? Этот голубь. Все сделает за хлебные крошки. Ладно, друзья мои, мы с вами продолжаем. Я перехожу, естественно, на Войн. Три звезды, 89-я у меня позиция. И мне это очень нравится. Давайте выбирать Данил, Чат и Андрюха. Они абсолютно все одинаковые, поэтому я возьму, кто посильнее. А это у нас будет Данил, судя по всему, да? Угу, 21-й уровень здесь у него присутствует. Причем даже не один. Тут и Карачка, и Бакстер Стокман. Самое оптимальное для меня. Поэтому давайте опять же возьмем наших героев. Тридцатых уровней. Раз, два, три, четыре. Уже четыре персонажа выбираются. Значит, ребята, мы с вами ускоряемся. То есть быстренько у нас будут тратиться сейчас герои. И мы с вами будем очень быстро подходить к финалу. Так, давай-ка бомбаним с Лазера. Воу, неплохо. Лео, неплохо ты вжучил сейчас. Так, давай-ка тогда, наверное, будем брать Бакстера Стокмана в оборот. Да? Угу. Понизили ему защиту. А если мы вот так вот сделаем? Оглушили. Так, массовая атака. Давай, Рафик, не подведи. Бумс. Так, ну что, добьем, наверное, мы с вами карайку. Да? После караечки, ну, естественно, до Нателла пойдет в расход. Давай-ка, Чомпи. Сделай это дело. Поджарь его. Шикарно. Вообще шикарно, друзья. Ну что же. Отлично. Идеальная победа, как вы видите. И мы с вами продвигаемся дальше. А ну-ка себе. Кто нам? И куда нас? 33-я позиция. Слушай, замечательно. Очень неплохо. Так, друзья. Юсуф. Дамиан. И опять же София. София, я смотрю, тебе тоже понравилось, видимо, да? Что ты аж третий бой ко мне лезешь. Ладно, я не откажусь от лишнего спарринга с тобой. Так, ну что, друзья. Возьмем. 32-й уровень у меня уже максималка. А здесь всего лишь 24-й. Да. Не честный будет, конечно же, бой. Но я же в этом не виноват. Давайте-ка бомбанем в первую очередь, наверное, Монда Гека. Да. Это у нас бафер. Причем не хилый. А мне он здесь не нужен. Чтобы он тут ускорял вражескую команду. Отлично. Так, теперь мы можем, наверное, бомбануть по... Давай по Леонарду. Лазером, да? Из груди. А ну-ка. Пивич. Не добили. А если мы сделаем с вами массовую атаку от Донни Ролевого? Так, постепенно... Воу. Постепенно урон уничтожил Леонарда. И это очень круто на самом деле, друзья. Так, ну что? Остается только их добомбить. Минус урок стыдей. И нейтрализатор. Бедняжка, тебе не повезло. Ты остался один. И мы тебя прихлопнем, как муху. Все, друзья. Двигаемся дальше. Я думаю, что скоро-скоро мы с вами вообще перелетим уже на следующий ранг. А ну-ка, ся. Даже сейчас уже перелетели. Мы, друзья, с вами в элите. 80-й у нас ранг. И мы продолжаем нашу эпопею. Данил, Дэмиан и Чат. По-моему, я уже этих видел, ребят. По-моему, да? То же самое, только здесь, по-моему, была София. А те же самые дружбанные корешки. Ладно, с вашего позволения, я возьму тогда Чада. Ну, а почему бы и нет? Тут 24-й уровень. Практически три персонажа. Ну, естественно, это будет, опять же, нечестная драка. Потому что у меня Джастин. Ну, Джастин, сами понимаете, да? Вообще ни о чем. Саблезуб тоже ни о чем. Вот Лео хороший и Кейси Джонс. В принципе, неплохо. А вот Джастин и Саблезуб у меня, по-моему, слабочки. Ладно, друзья, давайте посмотрим, как они будут себя здесь вести. Мы можем с вами, знаете, что делать? Вот укус вот этот вот. О, неплохо вжарил. Так, бросим теперь баллончик. Отлично. Остается лишь... Ну, давай массовую атаку сделаем. Тричь! Всех ушатали. Лео, конечно, на высоте. Он сейчас показал просто высший пилотаж в своем мастерстве. Ну, что, друзья, мы продвигаемся дальше. Дает нам 37-ю позицию. Да? То есть, если мы сейчас выиграем, мы, наверное, перейдем в элиту. Две звезды, скорее всего. Так он будет. Юлий, Ольга и Бадмик. Ой, какое имя или никнейм Бадмик. Прикольно. Ну, давайте тогда возьмем, наверное, этого самого Бадмика. Он идет там с чем? Стартом? Или он там танк в руках держит? Непонятно, друзья. Но, тем не менее, нам придется с ним поспарринговаться. Так, кроликов возьму. Возьму Бибоба, Донателла и Кромсателя. К севера Монтеса. Так, поехали. Друзья, кстати, вот насчет, помните, да, Змейковьюн или Змейсорняк. Так, просто, видимо, у нас с вами разные версии, точнее, мультик одинаковый, а версия переводов разная. Поэтому у меня вот именно так переводили, о чем я вам и писал. Ну что, давай бомбанем, наверное, массовую атаку, да? Нашими кроликами. Ух, неплохо поджарили. Так, уничтожаем с вами морзильную кошку. Нечего ей тут хиляться. Отлично. Так, теперь давай, наверное, мы Рафика уберем с поля боя. Чик-чик-чик, почикали. Так, теперь Крипа. Ну и, естественно, остается лишь Бейбобчик. Что он здесь один сделает? Ничего. Ну, давай начнем. Вот так вот мы его сейчас покусали и добиваем. Хупс. Братца-брата, да? Уничтожил. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас из этого получится. Куда мы с вами переместимся? Перейдем или нет? Мне вот очень интересно. И, да, друзья мои, элита, две звезды уже. Слушай, до самураев мы сегодня сможем добраться? Как бы больше. Так, Вайтек, Игрок и Максим. Ну, я думаю, что нам надо драться с Вайтеком. Потому что здесь 15 кубков. А у остальных всех 14. Даже тут вот 13-15. Ладушки, друзья мои, я буду драться именно с ним. Так, максимальный уровень у него 33-й. А у нас как раз пошли в бой сороковнички. И это очень даже замечательно, друзья. Может быть, даже мы сравняемся вскоре. Так, ну-ка. У нас здесь, ну, очень много массовых атак. Смотри, что делают, а? На бедного мутагеноида нападает. А кто у нас мутагеноид? Вы помните? Нет? Это, ребята, пульверизатор. Да. Он все так стремился стать героем, что бедный Донателло не смог его никак отвлечь. Ему помешать прыгнуть в этот мутаген. Он хотел мутироваться и думал, станет каким-нибудь супергероем. Типа черепашек Нинзи или еще кем-нибудь. Но превратился вот в такую вот, друзья мои, кислотную жижу. После чего они его засунули вот в этот вот бак. И вот таким вот он стал. Ну что же, плевок. Нормуль, постепенный урон. Ребята, практически на всех повесился. Нам надо только лишь Донателло хлопнуть. И вот эти вот ребята, думаю, отдуплятся уже автоматически. Ну-ка, проверим. Ага, даже можно вот так вот сделать. Бамс! Ха-ха! Четенько все, да, получилось у нас. Ну что же, давай двигаться дальше. Не будем, как говорится, застаиваться на месте. Посмотрим, что у нас дальше будет получаться. На какую позицию у меня сбросят? С 44-го. Слушай, неплохо, да? С 90-го места на 44-е. То есть они хотят сказать, что если я сейчас выиграю битву, я могу перейти на 3 звезды в элиту? Конечно, хотелось бы. Ну что же, я тогда возьму, наверное, с вашего позволения, Максима. Да, возьмем Макса. У него здесь 32-й, да? 32-й уровень. Это максимальный, что у него есть персонаж. А мы с вами... Ой, ой, ребятушки. Просто имба. Ты представляешь, если бы у нас были бы вот эти вот ребята? Вот особенно Супер Шреддер и Крэнк прокачаны в платину. Я бы, наверное, их брал вместе с Сусаги, с Лео, и мы бы просто рвали бы всех. Еще Армагона. Всех бы... Любую пачку мы бы с вами рвали. Если бы у нас были бы у них сотые уровни у всех. И платиновый ранг. Хе-хе-хе-хе. Да, возможно, когда-нибудь это случится. Ну что, друзья, оббафаемся для начала, да? Естественно, на усиление атаки. Отлично. Теперь вызываем наших Бибоба и Рокстеди из другого измерения. Ух, неплохо. Вот жалко, что у нашего Супер Шреддера нет пока массовой атаки. Нету. Ладно, давай, наверное, уничтожим с вами... Погоди-ка. А вот это вот не массовая атака, нет? Это, по-моему, от... Да, это отхил. Это отхил. Ну, давай вот так вот сделаем. Хопа. Накрыли медным тазом. Карайка, успокойся, пожалуйста. Не нервируй. И наш Крэнк, я думаю, такой довольный. Мне нравится его физиономия, когда он бомбочку эту дает. Да? Этому своему роботу, чтобы он выплюнул ее. Такой довольный. Ну что ж, друзья, отличная победа. Причем довольно быстрая. И да, как я вам говорил, мы попали в элиту 3 звезды. 96-я позиция. Отлично. Скорее всего, мы с вами в Самурай-то прибудем. Так, что у нас тут? Юлий, Ольга и Сергей. Смотрим. Они абсолютно одинаковые, поэтому я возьму самого максимального. Это, наверное, будет Юлий. У него более-менее серьезные и сильные бойцы. А это для меня, как говорится, то, что нужно. Потому что у меня, ребята, ну, согласись, еще круче бойцы, чем у него. Даже, даже не переживаю. Ну что, погнали. Начнем с массовых атак, естественно. Давай, Майки, зажги. Отлично, неплохо бомбанул. Так, теперь Лео ролевой, ну. Жух. У-хо-хо. Так. У Донателло изведения пока нету никаких массовых атак, поэтому давай просто с вами Бакстер Стокмана уберем с поля боя. Отлично. Так, теперь, наверное... Да давай бейбобчика хлопнем и разберемся уже с последним. Готовченко. И кто у нас? Ах, ты смотри. Смотри, что он делает. Эх. Рафик, Рафик, ладно, тогда получи валуном по башке. Бум. Хе-хе-хе. Четенько, да? Согласись. Отлично, друзья мои. Двигаемся с вами далее. Сколько нам там еще осталось, интересно? До самураев. Боя два или... Слушай, скорее всего, еще два боя нам надо будет сделать. Судя по всему. Ладно. Тут у нас Рафи, Никита и Лев. Ух ты, да. Берем с вами Льва. Левушка. Коровушка и... Так, Кунаичи. Алапекс. Да, вот этих вот ребят возьмем. И я думаю, что они шикарно справятся со своей поставленной задачей по уничтожению противника, естественно. Фух. Вот жалко, пока нет массовых атак у нас. Не у Алапекса, да? Не у Майки фильма. А у него, по-моему, нету массовой атаки. Или есть? Я вот не помню. Так, ну что. Монда Гека, в принципе, может бросить баллончик. Отлично. Хорош, успокойся. Да ладно, все на Алапекс лезут. Ну что, Кунаичи, покажи свое мастерство. Дюх. Неплохо. Ах ты жулик мелкий, а, Рафаэль. Ты посмотри, что он сделал. Он отхилялся. Вот что я тебе скажу. Ладно, друзья мои. Я беру провокацию на Крипа. Все равно его никто пробить здесь не сможет. Тихо. Друзья, у меня хил есть. У меня есть хил от Майки. Ну, он такой слабенький, неразвитый. Но, тем не менее, я воспользуюсь этим случаем, этим моментом. Отлично. Так, друзья. Давайте, наверное, ускорим нашу команду. Пробафимся от Монда Гека и... Хм... Да-да-да, нам нужно добить Донателло. Ой, какой Донателло? Это же у нас... Это был Майки, да. С ноунчаками, конечно же, Майки. Так, ну здесь тоже Микеланджело. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Ага. Слабенько как-то бомбанули. А если вот так вот? Чик-чик-чик-чик. Так она. Хоба. Ну что же, половинку здоровья оставили. А ты добьешь? Блин, ну вот какие же слабые вы все-таки. Давай, языком его лизни. На вкус как тебе понравилось, Монда Гека, а? Жалко, он мне ничего ответить не может. Слушай, ну смотри, как Кунаичи бомбит. Пол ХП. Вот это красава. Вот это девочка, я понимаю, да? Как говорится, сплиттер ее не зря учил. Да, и теперь она имеет Дон в Ниндзюцу. Да-да-да, именно Кунаичи. Кунаичи, а там почему-то ее увеличали Кунаиси. Не знаю почему. Это как это? Шинигами или Шинигами? В принципе, никакой разницы нету, но как-то мне кажется, лучше звучит, когда Шинигами. Так же, как и Кунаичи, а не Кунаиси. Так, ребятушки, ну что? Давайте посмотрим, куда мы с вами перемещаемся. Да, я был прав. Нам нужно будет еще один бой все-таки с вами сделать. Хм. Ладно. Как говорится, победа не с горами, а Александра, я вижу твой глаз. Так, Андрюшка, которого вообще не видно здесь, и Милос. А я пойду и возьму Сашку. Да. Сашку не парня, а Александра. Сашулька, девчонка. Ну что же, погнали. Вот такая команда у меня будет, да? Сорок седьмые уровни. Ё-моё, против тридцать пятых. А может быть, это не девчулька, может быть, это женщина уже. Да ладно, не имеет значения. Так, давай делаем массовую атаку. Ну-ка. Тыдыч. И я думаю, что мы майком сейчас, наверное, всех положим здесь, да? Ха, Лео остался в живых. Ладно, Сплинтер. Молодец, красавчик. Так, вообще такая быстрая битва сейчас была. Я даже, знаешь, только думал об Александре, и мы уже с вами выиграли. Ну вот, вот, вот он. Мы уже с вами на ранге Самурай. И восьмидесятая позиция. Возможно, даже успеем перейти на Самурай 2 звезды. Так, Мухаммед опять же здесь, Руслан и Принцесска. Надо же, Принцесска. Хм. Я, наверное, возьму Принцесску. Довольно милое название. Принцесска. Давайте, друзья мои. Вот так мы с вами сделаем. Шархан будет у нас здесь. Ну, вы сами понимаете, 50-е уровни против, ну, практически 40-х. Шансов у Принцесски, конечно же, нету. Нету. Изначально уже не было. Так, друзья мои, я еще сделаю антибаф на них. Скорость, у кого-то атаку. Ой, скорость. Кому-то защиту понизил. Вообще-то защиту я понизил всем. А вот атаку только лишь трем. Теперь делаем массовую атаку от Шархана. Ух. Так, ну что, Бибобчик у нас не имеет массовой атаки, поэтому можно просто стрельнуть. И это будет у нас Лео. Давай его добьем. Шикарно. Так, что, кто там? Хан. Смотри-ка, выпендрился. Ха-ха. На своего же братишку налез. Ладно, мы тогда тебе сейчас, знаешь, что... Нет, мы ему не будем ничего делать. Мы, наверное, вот сюда вот бомбанем комочком снежным. Может, успеем заморозить его? Нет, не заморозили. Так, король. Слушай, ну вот король красивый, да, в мультике такой коварный был, а? Такой злой, противный, да? Хотел сплинтера, как говорится, взять к себе в подчинение. Но не тут-то было. Ничего у него не вышло, друзья. Так, и мы с вами попадаем на 47-ю позицию. Отлично. Отлично. 47-я позиция. Лязат. Лязат. Джон и Джеймс Джимми. Так, давай определимся. Я возьму Лязат. Вы только не подумайте, что я люблю драться с девчонками. Нет. Я так проявляю, как говорится, свое уважение к ним, что я их выбираю. Именно для спарринга, а не кого-нибудь другого. Так, друзья мои, ну что, делаем такую вот штуку паукусом. Хопа. Так, ну что. Муха, ну давай хоть кого-нибудь тебе положишь. Вот, например, вот так вот. Молодец, красавчик. Так, Тимми, тебе не стоит тут вставать в стойку. Давай просто бомбани его. Отлично. И ультракрик. И все, друзья. Шикарно. Ну, я тут даже, знаете, не сомневался в том, что мы здесь сможем победить. У нас слишком большой уровень игроков для нашего противника. Поэтому, сами понимаете. Смотри-ка, мы еще не перешли, но уже около того. То есть, еще один бой. И у нас самурай. Две звезды. Так, опять же, принцесска, Денис и Брандон. Нет, я возьму принцесску. Да, мы с ней уже дрались. И я хочу еще раз с ней повоевать маленечко. Ну, сороковый уровень, господи. А у меня уже шестьдесят седьмой. То есть, это любой из них сейчас сделает массовую атаку, и все они упадут. А ну-ка, проверим. Ну, карайка не положит всех. Не сможет. Не хватит духу. А вот змея карать, скорее всего, может. Да. У нее крик довольно серьезный по сравнению с кунаями от истинной карайки. Ну что же, друзья. Двигаемся тогда дальше с вами. И мы в самураях две звезды. Так, восемьдесят вторая позиция. Ну, до трех звездочек вряд ли мы с вами дойдем. Потому что у нас очень мало персонажей осталось. Тема. Вероника Рони. И Лизат. Ну, на этот раз я возьму Тему. Потому что все-таки у него кубков побольше. Так что, друзья, сколько у нас еще? Ну, один бой. Один бой еще у нас с вами будет. Угу. Как раз. Отлично. Ну что, Темка. Давай. Я думаю, ты готов, да? Принять свою участь. И начнем. О-о-о-о, родной. Ты уж извини, но тебе сегодня не фартануло. Усаги тебя наказывает. Лично. Ты смотри-ка. Маленький черепашонок Рафаэль выжил. Хм. Молодец. Вот как вот раньше, да? Помните? Если оставался из всего отряда всего лишь один боец, его отпускали. Да? Оставляли в живых. Но мы такой такой роскоши себе позволить не можем. Поэтому, конечно же, мы добиваем его. Ну и, естественно, переходим с вами на последний бой в этой серии. Так, друзья мои. На какую позицию? 52-я. Отлично. Отлично. Так. Лязат, Владимир и Чанбраконт. Ёпп, РСТ. Ну и выбрал ты себе никнейм, парень. Нет уж, я возьму Лязат. Такое имя, да? Или погоняло? Лязат. Что-то связано с задом, короче. Ну, почему-то вот в рифм уйдет Лязат. Так, ну что, погнали, короче. Начнем, наверное, давай вот с уклонения, да? Хотя зачем оно нам здесь нужно? Господи. Просто смотрите, что происходит. Бросаем бомбочку. И, ну, и вертушка, и все. Да, друзья, довольно легко и быстро мы с вами здесь прошли. И ареночку, вот эту вот лигу мы сегодня просто прошуршали. Ай, да, жалко, конечно, что мы с вами всего лишь на самураях две звезды. Ну, мы пропустили с вами понедельник. Вообще-то пропустил его я. Ну, друзья мои, я же не могу пойти против себя, против работы. Мне вот был выбор. Либо работать, либо играть. Естественно, без работы я как? Не могу. Так что вот сегодня вечером после работки я уже, как говорится, успел сделать все, что нужно. Так, давайте-ка мы с вами вот здесь еще тоже обменяем. И, судя по всему, я ничего больше здесь сделать не могу, да? Конечно, хотелось бы мне сейчас пойти на испытание, да? Хотя бы одно пройти. Мутаген, друзья мои, это я уже сейчас быстренько за кадром набью. Потому что он, мутаген нам тоже обязательно нужен. И уже встретимся с вами в следующем видосике, где начнем проходить потихонечку испытания. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok